Меня зовут Виктор Яковлев, я с недавнего времени, меньше полгода работал в компании Wargaming, до этого работал в области e-commerce, собственно, оттуда большинство опыта у меня, но что-то нужно из многих практик. Доклад называется «Я знаю, что ничего не знаю». До этого, еще когда Миша приглашал меня на доклад, доклад назывался «Оберодские команды», но он оказался совершенно непременимым для нашего опыта, потому что один из тезисов «Оберодские команды», это было то, что команда могла выбирать капитана сама себе, и ее скидывать способом, что, в принципе, для больших компаний пока это будет приятно. Окей. Неопределенность будет всегда. Мы все работаем в области менеджмента, мы принимаем какие-то решения, у нас есть неопределенность, мы принимаем решения условий к неопределенности, как бы у меня старались, неопределенность есть. Аналит есть, и в ней не куда-нибудь можно направиться. И, в принципе, если неопределенность учительных, так если я выберю, потому что это просто отхождение по шаблону по какому-то. Если А, то Б, если Б, то С. Сейчас хочу сделать одно небольшое поступление. Мой оплаты будет посвящен, в принципе, койству проблем, решений и всему около этого. В общем, что такое проблема? Мы видим летучую мышь, да, на экране. Есть у нее проблемы? Ну, она по всей видимости спит. Ты оптимист. Ну, возможно, да, как-то не спит. В общем, непонятно, есть ли у нее проблема, какая она у нее, может, она хочет есть, может, она просто спать, может, она отбилась от сородичей, не знает, одеваться. В общем, взглядя на человека, взглядя на обычного человека, сложно понять, какая у нее конкретно сейчас проблема. Потому что набор проблем у него может быть еще большой и, собственно, непонятно, на каком году сейчас решается. Теперь о вас. Мы все обладаем неким опытом. Он нам помогает принимать решения, он позволяет нам проходить на какие-то интересные пути. Мы им гордимся, называемся чувством, чувством, интуицией. В общем, мы всегда, мой опыт мне подсказывает, что нужно делать именно так. Но наш опыт содержит ошибки. Ошибки накоплены за всю жизнь, начиная с детского сада, о том, что нужно все доедать, к примеру, или там нужно, не знаю, огромное количество вещей, что там кто-то сказал вам, что в детстве, что машина должна быть немецкая, женщина должна быть блондинка, и все, и вас это преследует всю жизнь. Вы не можете ничего другого делать. Там, при мете, как вы не воспринимаете, к примеру. В общем, мы накапливаем опыт, он содержит ошибки, мы его не парсим, огромное количество информации на нас сваливается, мы не валютируем входящий опыт, и иногда он просто кладется на подсознание и влияет на наши решения. Для того, чтобы создавать продукты, в принципе, или генерировать идеи какие-то, мы используем еще внешний опыт. Внешний опыт других людей, это может быть интернет, статистика, просто общение с коллегами и какими-то с конкурентами. Огромное количество тоже информации, которая вроде бы есть, но, к примеру, мы его не можем использовать по разным причинам. Мне этот слайд очень нравится, потому что он инфицирует, в принципе, весь подход к внешним вещам. Например, сейчас, я запутался. Да, сейчас. Внешний опыт, который есть у других людей, он не всегда, внешний контекст, он не всегда подходит для текущей ситуации. К примеру, у нас есть очень интересная вещь такая, когда обычно смотришь Google Analytics по Беларуси. В Беларуси самый доминирующий продукт это ВОК. Как ни странно, до последнего времени это было в отличие от всего от остального мира. То есть, в принципе, весь опыт, что там везде, там, Google Chrome или там Mozilla везде доминирует, у нас в Беларуси ВОК. И даже если мы там говорим, что вот, есть статистика, что в мире, там, у нас нельзя игнорировать огромное это в Беларуси. Дальше. Что еще нам мешает в жизни когнитивные искажения? Ну, в последнее время тренд начал, появился тренд на использование этого выражения. В принципе, когнитивные искажения существуют давно, они мешают нам жить. Это психологические нюансы восприятия информации в своей, внутренней или внешней. к примеру, там, самосбывающиеся пророчества, когда мы говорим, что вот будет так и все в жизни совершаем так, чтобы, в принципе, это пророчество сбылось. Или же абсолютная уверенность в собственной правоте, которая там по циклу заставляет нас становиться еще более и более уверенными и опять же портит нам восприятие информации. В общем, теперь у нас есть какие-то три ингредиента. Есть наш опыт, который содержит, иногда содержит ошибки в большинстве случаев. Есть внешний опыт, который тоже содержит огромное количество ошибок, есть там нюансы контекста, есть нюансы восприятия, есть когнитивные искажения. И с помощью всего этого мы строим решение. Что такое решение? Это, ну, некая идея, которая реализуется, позируется на на проблеме и на каком-то направлении решение. С проблемой. Мы далеко не всегда, имея такие вот три ингредиента, можем правильно найти проблему. Мы решаем что-то очень поверхностно, даже не ищем. и в конечном итоге возникает неопределенность, которая, в общем, есть блуждения, которые мешают нам правильно найти проблему. То же самое касается и решений. То есть, мы берем какое-то решение, говорим о том, мы опять же определяем, что у нас есть какой-то опыт, на основе нашего опыта мы говорим, вот такое решение очень здоровское. Или же берем какой-то внешний опыт, говорим, что, о, клево, у нас вот у кого-то такое решение есть, мы сейчас его сможем использовать. Плюс есть, опять же, когнитивное искажение восприятия, и на выходе получается какая-то гремучая смесь. Получается, что у нас есть на входе два элемента проблемы, то есть мы считаем, что у нас есть проблема, что мы ее правильно нашли, все отлично, но в этом есть огромное количество неопределенностей. Есть решение с таким же огромным количеством неопределенностей, и мы выходим на рынок просто с неким облаком, где огромное количество неопределенностей, и играем на этом рынке. В принципе, в науке и в принципе в бизнесе есть ситуация, когда выход с каким-то неправильным набором предпосылок ведет к очень интересным результатам, даже коммерческому успеху. Там, запретение каких-то микроволновок, там, барометров, в шоколадных печеньях, в огромное количество таких ситуаций, когда все получалось хорошо, но предпосылки были неверны. В результате что у нас получается? У нас есть просто огромное количество неопределенностей, и мы при этом количество неопределенностей говорим, да, мы стартуем продукт. Так же. Вот, мы сделали продукт. Окей, у нас есть продукт. Ну, не суть важно, что там было внутри у него. Мы его выпустили, он зашел, не зашел, произошла некая магия, там, продается, не продается, и мы говорим себе, о, клево, отличный опыт. Предположим, мы сможем делать еще такие продукты, если он успешен. Если он не успешен, мы говорим, что, ну, что-то там пошло не так, мы, наверное, больше так делать не будем. В результате у нас из вот этого облака набора гипотез, который у нас было в неопределенности, все это аккуратно в каком-то виде ложится, или как очень плохое, или как очень хорошее, что очень все клево получилось. Мы тогда вот так решили, и все было клево. В результате нам в опыт опять сваливается еще какое-то количество ошибок, которые влияют на принятие нами решений. Сейчас хочу привести ряд примеров. Я долго работал с e-commerce, и там одна из самых основных проблем была заброшенная корзина. То есть люди приходят в магазин, они набирают какого-то товара себе корзину, и, собственно, и уходят. Ну, пропадают. Неизвестно, что с ними происходит. Самое простейшее сказать «О, у человека возникли проблемы, и он и решил уйти». То есть люди начинают от этого решения, ну, от этой проблемы, что у людей возникли проблемы, мы идентифицируем это как проблему, и начинаем от этого строить решение. Но на деле решение, там, проблема кроется гораздо глубже. Перечень причин, по которым люди не завершают покупку, огромные. Там, начиная, ну, в принципе, с банальных технических проблем, кривых цен, невыгодных, там, невозможности доставки в какие-то регионы, отсутствие сигурности какой-то, то есть проблем масса. Но люди, как правило, останавливаются на самом верхнем уровне и говорят, «О, у человека возникла какая-то проблема, что нужно сделать?» Мы берем допоминаем ему, что нужно прийти, у тебя возникли проблемы, приходи, мы тебя снова будем рады видеть, и, собственно, все будет хорошо. Но на деле конверсия оказывается не очень высокая, то есть люди приходят, возвращающиеся люди, там, в зависимости от магазина, там от 5 до 10% можно вернуть покупателей. Много это или мало, ну, совершенно непонятно. Это зависит и от отрасли, и от конкретного магазина. Если людей мало, люди обычно используют еще очень интересные решения, они дают купон на скидку. Вроде как все здорово, но очень многие покупатели достаточно ушли начинают это использовать. То есть они приходят в магазин, говорят, «Я хотел купить» и уходят. И дожидаются какого-нибудь третьего письма, в котором лежит купон на 10-15% скидки или на бесплатную доставку и говорят, «О, здорово, все, спасибо». Спасибо. Да, спасибо. Очень многие так поступают. Или же, к примеру, очень интересный опыт с решением, что все время был такой тренд, что чем меньше шагов человек сделает, ну, визуально, при заполнении, предположим, чекаута, тем вероятнее купит что-то. В результате люди начали делать чекауты, которые, в принципе, все размещается на одной странице, все поля, вроде как все здорово, но оказалось, что через какое-то время, когда волна это прошла, вот сейчас появился обратный тренд от больших вот этих вот простыней, да, где все заполняется на одной странице. Люди возвращаются к поэтапному заполнению. То есть, в принципе, люди поняли, что это не всегда решает, потому что если человек прошел уже квест с тем, что он выбрал товар, там, определился, все, все ему устраивает, он, в принципе, ничего не мешает ему дойти до конца чекаута и купить товар. Ну, не знаю, то 5-10% скажут, я устал на пятом этапе. Вот на этапе выбора, там, шиппинга, я устал. Были очень интересные парадоксальные ситуации с этим связанные, что я работал с рынком Маджента, Маджента был пятиступенчатый, там, шестиступенчатый чекаут, где на первом этапе ты, ну, и после каждого ты нажимал садмит, где садмитились какие-то данные, на первом этапе ты забивал себе имейл, по которому тебя идентифицировали как заброшенная корзина, с которой можно работать. В принципе, тебе манер выслать, что-то напоминание. Так вот, в решении, которое было связано там одной страницей, где, в принципе, садмит осуществлялся только на этапе плейсорта, все, получалось, что заброшенная корзина переставала существовать вообще. Потому что, ну, этапа, когда человек там, вложил какие-то вещи в корзину и заполнял свой имейл, чтобы это уже было целостной какой-то заброшенной корзиной, отсутствовало как глаз. Все, и в результате у людей падало количество заброшенных корзин, все были счастливы, но на деле заброшенные корзины существования. Они просто приспятаны от твоего взора. Вот. Ну, в общем, такие вот уже интересные вещи. Это вот по поводу кривых решений, кривых... В общем, как переломить вот этот вот тренд? Существует огромное количество предположений о том, как сделать. Вот мы выпускаем продукты, они все плохие, чем-то как-то не идет. Люди делают, предположим, MVP, да? Окей, ребят, мы сделаем MVP, у нас будет кривой продукт, ничего лишнего, но разве это помогает с тем, чтобы мы не выпустили эту фигню? По-моему, ни разу не помогает. Или же следующий момент, мы там, предположим, начинаем заниматься операционным совершенством и фигачим продукты быстро, 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 да? То есть, ну, вот как-то... Мы делаем много-много всего, что совершенно гарантирует нам того, что мы делаем что-то правильно. Еще есть ряд методик, которые, предположим, быстро будут прототипировать, да? Мы, опять же, делаем-делаем-делаем много всего, да? В разнораннем этапе у нас R&D-отдел загружен в облежку, да? Ну, у нас и помогает нам это... Ну, нам это помогает производить фигню дешевле, да? Вот. Или же... Что-то еще из таких хороших примеров было... Планирование. То есть, люди выпустили продукт какой-то, да? Мы видим, что он чуть-чуть дернулся там на графике, как-нибудь, мы такие, о, клево! давайте, давайте фигачить пломб, потому что должно зайти. Мы абсолютно не знаем, какими, ну, как-то, риверс инжиниринг гипотез мы не производили, что они там решают, какими решениями они решили воспользоваться, при этом решают ли это. Мы просто делаем пломб слепо, и в результате, ну, то есть, на рынке получается, иногда, конечно, хорошая вещь, да? Но в большинстве случаев какая-то... Чушь. Дальше. Есть ли серебряная поля? Ну, я не знаю, наверное... Окей. Наверное, нет, да? Я как-то не могу ее предложить, слезу, но я могу предложить ряд каких-то интересных вещей, на мой взгляд, которые помогут сделать вещи, делать вещи хорошо, делать то, в чем действительно разбираешься. Здесь какой нюанс? Ты понимаешь четко, что ряд гипотез, которые... Ты вращаешься в каком-то кругу, ты уже набил шишек огромное количество, люди, которые вокруг тебя тоже набили какое-то количество шишек. Вы можете в состоянии отсеять ряд каких-то неверных гипотез, которые могут прийти совершенно начинающего человека. Он придет и скажет, о, вы ничего не понимаете, вот, давайте сделать вот так. Ну, а вы умудренным опытом четко понимаете, что это уже не работает. Или там, знаете, милость иногда города берет. Дальше. Разбирайте свои суждения на гипотезы. По сути, схема какая? Что мы говорим, что, окей, у нас есть продукт, он будет продаваться. Задайте себе вопрос, а почему? Потому что у нас есть... мы понимаем проблему и на рынке нет решения. Окей, а почему вы считаете, что у нас, что мы понимаем проблему? И начинаете просто тело расписывать вниз. Ну, это самая простая схема. Или там, предположим, почему вы считаете, что на рынке нет решения? Это самая такая вот каверзная вещь, потому что есть огромное количество альтернативных способов найти что-либо и решить какую-то свою проблему. Ну, не знаю, спина-чесалка, да, там, есть дверной косяк. Люди пришли, почесали, спина-чесалка уже не нужна. Вот. Потом находите подтверждение с гипотезой на своем контексте. Увидели какую-то клевую вещь, там, прочитали где-то, сказали, о, клево, я хочу это использовать. Но, перед тем, как это используют, собрали какую-то статистику где-то, что, к примеру, с теми же самыми заброшенными корзинами. У вас есть магазин, у вас есть какая-то отвратительная статистика с заброшенным корзинам, вы смотрите статистику, где-то нашли в исследовании, о, окей, там 71% это вот проблема с тем, что человек купил, ну, человек ищет цену получше, или там, человек еще там, у него ряд причин есть о том, почему он не купил. И ты так начинаешь с этого идти по списку и ты должен просто на просто понять, а почему-то у тебя, собственно, эти проблемы существуют. Может у тебя чеховок отвратительный, может быть у тебя просто цены отвратительные или доставка отвратительная. Ну, поэтому, пока ты поймешь, решать все подряд тоже как бы бессмысленно. Потом, будь в контекстной среде. Очень важное замечание, потому что мы иногда, как английские лорды, жеремся друг на друге, ну, условно говоря, в общении, да, и у нас получается в результате генетические мутации, которые совершенно не имеют общего с рынком ничего. И поэтому нужно выходить к людям, общаться, тусоваться, слышать какие-то интересные вещи совершенно неизначально, ну, просто находиться в этой среде. Ну, здесь я еще могу сказать, что здесь можно, опять же, даже в общении с конкурентами, просто закинув какую-то гипотезу о том, что у нас на рынке вот так вот. Они говорят, нефига, ты не понимаешь. Ты говоришь, окей, пометил себе галочку какую-то, что здесь нужно перепроверить. Ну, совершенно ненапряжная вещь, ну, к этому, конечно, нужно готовиться, но инсайты. Очень интересная вещь, на мой взгляд, это что-то, что ты вот воспринимал как-то по-другому, да, совершенно по-другому. То есть, какая-то банальная вещь, что нужно, ну, не знаю, конечно, такой пример о том, он мне очень нравится. Я всегда считал, что если людей не устраивает продукт, они пойдут и начнут пользоваться другим продуктом. Я жил с этим очень долго и совершенно случайно выяснил о том, что, несмотря на высокое качество поиска Гугла, там, у него есть проблема с завоеванием рынка США. Они до сих пор, в принципе, платят. Платят лендорам о том, чтобы их продукт устанавливали по дефолту на их компьютеры, поймут, на компьютеры лендоров, чтобы этот поискальник или этот браузер был именно первым браузером для этого человека и люди потом не меняют. 95% продолжают пользоваться тем, что они, условно говоря, в конце первого дня не получили, тем они продолжают пользоваться. Для меня это было совершенно откровением и я понял, что да, вот это вот у меня будет свой продукт с преференцией гимназистками, это все на самом деле чушь и далеко не всегда работает. Самое, ну, одно из самых важных храните гипотезы. То есть вы нагенерировали чего-то, говорим, вот это потому-то, вот это потому-то, вот это потому-то. Законсервировали, выпустили продукт, посмотрели, сказали, опа, а вот это не сработало, а вот здесь сработало, здесь отлично, здесь хорошо, а вот это мы будем использовать. И, в принципе, вот эта банка консервов, да, каких-то, да, вот у вас хранящаяся, она вполне себе рейсайкл, собственно, вы можете использовать в других продуктах, сможете смотреть, это гораздо удобнее использовать для того, чтобы вы построили следующий продукт. Тоже важный момент, показывайте свои гипотезы другим. То есть вы живете в каком-то своем мире, у вас все хорошо, вы разрисовали, что это потому-то, это потому-то, это все клево, а приходите другим, говорите, ребят, вот это мое, мое мироощущение. Они говорят, вот здесь не так, вычеркивают, здесь, вот ты забыл, добавить вот это, вот это, то есть несколько кругов таких, да, и у вас совершенно другая картина мира. Вы совершенно по-другому воспринимаете, понимаете, что вы до этого ни черта не понимали по-своему. но это такой момент, что не разорвитесь, потому что реально гипотез много, недалеко не все можно подтвердить. Некоторые гипотезы, в принципе, стоимость подтверждения гипотезы сродни выпуску продукта, поэтому иногда можно выпустить продукт, где-то есть какая-то неопределенность, которая устранить можно только самим выпуском продукта. Вот, это вкратце какие-то мои советы, собственно секция вопросов готов. Я не знаю, опять, второй раз такая тема. Все, все, все в каком-то таком гипотезированном состоянии, я не знаю почему, может быть, из-за того, что ответил на все вопросы, может быть, просто вел транс. Тема очень философская. Философская? Ну, наверное, да. Что-то вначале было в философских, в философских. А, ну как, в общем, окей, на предыдущем, точно обидно, что с предыдущей темой было гораздо интереснее. В общем, на предыдущих продукт-кэмпах мы затрагивали моменты, когда мы переходили из аутсорсинга в продуктовую разработку и понимали, что реально там нужно менять команд, нужно менять подходы, все совершенно по-другому. И прозвучала, ну, прозвучала мысль, что на самом деле для того, чтобы сделать все с каждым продуктом, нужна каратская команда. Такая оголтелая, которая там всех порубает, все пройдет до конца за идею. И начали думать, как сделать, в смысле, есть матросы, матросы с императорского судна, которые всю жизнь что-то делали исправно по уставу. И ты говоришь, ребята, есть, почему-то там грабить караваны. Ну, естественно, там отзыва никакого нет, у меня там семья, дети, у меня там еще что-то. То есть получается, что мы вынуждены были перелопачивать коллектив, потому что кто-то может быть пиратом, кто-то не может быть пиратом, кто-то может просто быть обычным исполнителем. И все. Поэтому я заинтересовался этой темой и понял, что ее, в принципе, никто еще не трогал, ну, по разным причинам, может, потому что она неинтересная, может быть, потому что она сложная, начал искать паттерны, которые схожи с реальной жизнью у пиратов. Начал искать кодексы чести, начались у пиратов, модели, которые у них есть. Ну, и там были такие вещи, то есть построение иерархии, да, как набиралась команда, как выбирался капитан, как создавались, ну, не знаю, там, челленджи, которые они пополняли. И, в принципе, первая мысль, которая меня просто вывобила напрочь, это то, что капитана выбирала команда, прежде всего. То есть, есть, да, есть уважаемый человек, все, окей, мы за ним пойдем. Он сказал нам от те, и мы за ним пойдем. Окей, вроде все здорово, но для большой компании это ни разу не работает. Может, какая-нибудь, Valve, где там они могут себе позволить передвигать столы, сказать, я буду работать с этим, а с этим месяцем работать не буду. Ну, в большей компании что-то, выйдешь куда-то? Нет, не выйдешь. Тебя могут считать замудрой, что ты там захотел с этого проекта перейти на этот, потому что ты уважаешь того человека, этого не уважаешь. Вот. Ну, и там еще важный момент это то, что вот капитана за борт, ну, собственно, если команда не верит капитану, а мы просто... Черная ветка, но черная... Ну, окей, вы старше, вы знаете. Собственно, капитана за борт и первые помощники капитана становятся капитаном. То есть получается такая... Я не знаю, может быть, в какой-то стартаперской среде, где там в Сан-Франциско, где люди могут, условно, в какой-то условной таверне на Хакатоне собраться, да, вот, сказать, о, ребят, клевая идея, давайте, давайте, о, окей, все, пойдем глянуть караван. Все. Здесь почти два доклада. Вот. Но на деле это, наверное, нужно просто создавать какие-то условные таверны, где люди общаются, но они создаются, люди ходят на Хакатоны, люди ходят на какие-то тусовки, на какие-то такие вот... мне кажется, что-то к этому идет, но пока вот, пока не будет вот эта вот оголтелась какая-то, да, блеск в глазах, так как, причем, за которую они стыдно. То есть мне не понравилось с этим человеком, я пошел к этому человеку. Мне не стыдно. Потому что тот плохой капитан, а этот хороший капитан. Ну, потому что, а в конечном итоге люди начинают обижаться, где холод, он такой сих порой, шел от меня, я там на всю душу, там все, долю в бизнесе, а он ушел. Как так можно? Вот. Ну, и в результате страдает репутация. Если это будет нормальным, что, окей, ребята, он мне просто был неинтересен. Я потом вывозился к проекту, креновый капитан. Ну, да, креновый капитан, что ты с ним был тогда? Ну, давай вот идти к этому, к хорошему капитану. Ну, это, ну, такой, опять же, тоже философский вопрос, но, ну, мне, конечно, хочется, чтобы так было. Я сам, разум, на таких тысячах проектах был, ну, у меня было ощущение. Я где-то пытался быть капитаном, наверное, креновым капитаном, но, вот. Ну, в общем. Технический вопрос, вот так вот, реализовать результаты вашей серии, как раз, где не собираетесь статьей, где не поделиться. Ну, я говорю, я пытался, но она такая интересная, но отчасти вот такой вот, как научный фантастический рассказ. Я хочу, чтобы картинка вот дожила, да, чтобы в каком-то мире идеалистическом побыть. Ну, такая вот лопия. Ну, может быть, попытаюсь на какой-то следующий, ну, я понял, что свой этот доклад был такой достаточно замудный, наверное, по сравнению с пиратами, не менее вдохновляющим, наверное, сам виноват. Вот. Окей. Ну, в общем, если кого-то интересует работа с гипотезами, работа, это такая стрёмная вещь, потому что на втором спорте кемпах, на которых я был, я не видел нормальной работы с поиском проблем реально. Мы все прибегаем с идеями, говорю, что у ребят, у меня есть офигенная ковра-идея, давайте некогда времени объяснять, знаете, горящий жигулис медведь, он открывает дверь, говорит, некогда объяснять, садись, поехали. Ну, вот, никто не говорит, стоп, 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 давайте посмотрим, почему нам не нужно садиться в этот автомобиль, почему мне нужно делать этот продукт. это просто, ну, не знаю, может, нам вообще ничего не нужно делать, ребят, давайте посидим, подумаем, может, еще что-нибудь поищем. Но нам всем нужно что-то обязательно делать, и выбираем из огромного количества идей, что давайте там, ну, нужно что-то обязательно, ну, нужно, давайте, ребят, вот список идей, давайте, о, вот это, давайте, хорошо, фигачим вот это. Но мне кажется, это неправильно. Нам нужно просто сесть, подумать, а действительно ли нам нужно это делать, может быть, нужно признаться в себе, что то, что мы сейчас делаем, прототипирование имеет такой вот момент что мы работаем уже с что мы понимаем проблему это отвратительно то есть это то что окей мы понимаем проблему лучше всех понимаем проблему мы сейчас нафига чем решение куча разных не знаю решит это проблему если мы если мы неправильно понимаем проблему можно не подобрать решение вот вы видите вот как мы видим как мы видим потребитель ну то есть какой-то поиск там что-то делает у него есть какие-то поведения какая проблема за которую за какую проблему готов заплатить деньги опять же есть иерархия проблем если условно гряд мы все занимаемся вот просто ну как бы нам приходит пейте чистую воду вот еще невкусная вода испарана все руки уходит а есть люди которые за условно грязь дома и даже надежду жить еще лучше да там готовы там не знаю платить огромные деньги 200 долларов за какой-то фильтр воздуха там для туалета чтобы там дай бог какая-то частичка там чего-то не попала в воздухе или там еще для чего-то то есть они вот реально готовы платить деньги вам и готовим продукт вот для какого-то человека который для массового потребителя что вот такие вам такой вот этот продукт подойдет всем а всеми он подойдет стыдно ли это забрать всех вот к примеру жена шубу хочу окей вы спрашиваете тебе холодно да мне холодно окей она подтвердила гипотезу ты покупаешь ей куртку клевую куртку вот ну то есть она легкая она теплая все она по-прежнему хочет шубу вы решили проблему вы спросили у потребителя да вы вам холодно да мне холодно окей все я делаю решение делаю куртку все решила эта проблема нет и решила а шуба что это это социальный статус какой-то да показать всем что я в шубе я вот у меня чек-лист квартира машина шуба все я успешно я успешно с гейсону возможность прийти на встрече с одноклассниками то есть мы неправильно генетифицировали проблему неправильно ее решили в результате короче ну ни разу не мне кажется что проблема известна как раз таки приезжает у тебя известна проблема но у тебя нет стоп-стоп-стоп а что значит известная проблема реально я не буду толку эту я знаю тщу проблему ну а всего туда или leave на протяжении проекта знаешь проблему тебя есть причина по которой ты точка когда знаешь проблема sulки даже просто лишь человек и проблема у него развязанное что меня частую я думаю меня развязались эту имя не мешать гzed vague на раскрывать мне позволяют и я думаю какой то свои там не знаешь мне нужно что-то купить в аптеке да я иду не человек говорит решает что у меня проблема мужчина вас шнурки разгаз я говорю окей хорошо я знаю спасибо и иду дальше там придут машин завяжу шнурки разве это то есть я бы сказал спасибо спасибо и завязал все спасибо мне решили проблему готов я заплатить за это решение не знаю вот вы видите человек куда-то плывет по реке вы знаете идет он к своей цели идет он к своей цели непонятно есть ли у него какие-то проблемы может он трусами зацепил скакаря ну а на самом деле вам просто кажется что он плывет по тех течениям а вот остается на месте вы говорите окей чувак я знаю твою проблему ну не знаю опять же не смотрел доктора хаоса но есть очень такая распространенная фраза что все врут вот эта проблема связана с врачами наверное врачам все врут да ну по разным причинам кто-то стесняется сказать правду кто-то стесняется признаться в том что он неправильно выполнял ритмичей или кто-то ну стесняется признаться как он получил травмы ну как это так интимное что-то было вот в результате человек принимает решение на основе просто огромного количества неопределенности а потом говорит врач мне не по ноге он козел ну а ты ему просто не договорил всю проблему и люди будут и непонятно даже как идентифицировать проблему поэтому с этим нужно работать пришел же то есть вы считаете что у вас абсолютно уверенность в том что если вы будете литеративно повторять какие-то вещи то в конечном итоге вы начнете понимать проблему возможно есть ли у вас на это ресурсы если на это ресурсы компании положим после третьей неудачи он скажет ты знаешь мне надоели твой эксперимент ну во первых поиск проблемы с как таковой он больше связан с тем что мы должны учиться задавать себе вопрос у меня в команде не знаю когда просто кто-то приходит игре ребята я вот эта штука нам решит какую-то проблему и у нас есть какая-то проблему берете гипотеза о том что у нас есть какая-то проблема если человек понимает что это гипотеза ну что не даешь ему заложить в голову окей все согласились значит эта проблема существует нифига надо сказать что это гипотеза путиймhot на edgeke подсвет methane приходит объют правдормый центр он позд� на драмы там что Phariseи дадут tongue и гипотеза и valid gender modules и деньги полетязью подъянно �리стики седатом всё может быть мальчиками когда здесь все рассчитывают что то однако организме и организован а этот момент очень сходная но очень часто наша повышен economical тай борьбу с выпуском продукта или там еще как-то, и мы никогда это не подтвердим. Но это стрёмно. Вот здесь он есть. А что касается параллели, ну, я не знаю. Сценарии сами по себе, они, может быть, и нужно решать отдельно. То есть если мы не делаем какой-то один большой продукт, а делаем какие-то отдельные маленькие, которые решают какие-то отдельные проблемы. Ну, возможно. Вот, в принципе, все помнят ACDC, да, или там Nero, да. ACDC — это просмотр картины. Во что они превратились? Какого-то монстра, да? В результате продажи, ну, не знаю, в результате или в результате они делали хорошо просмотр картинок. Все остальное они, ну, условно говоря, пытались покрыть, но в результате у них все плохо. Или Nero, которые там вроде сделали клевую вещь для записи болванок, да, все клево, но они потом полезли в видеоплеер, просмотр картинок, там еще куда-то. Не знаю, насколько у них это было проверено, не проверено, но опять же, кстати, пример того, что если быть, ну, один раз не бизнесмен, да, если бы сделали какой-то продукт успешный, да, это совершенно не гарантирует вам, что вы сделаете еще один успешный продукт, потому что может статься так, что атомы сложились таким образом, что вам повезло. Вам просто повезло. согласен. Ну, если бы было, я понял, я понял тебя, сын на хороших есть, там, то, что я абсолютно согласен, что существует, проблема, что есть люди, что если проблема как-то обозначена, то она у кого-то существует и кого-то заботит, но кого она заботит, еще нужно найти. Мы не всегда можем, ну, конечно, клево знать, что вот ты эту проблему, если ты ее раскурочишь, найдешь кому ее продать, все будет здорово. Да, отлично. Да, да. Они имеют абсолютно равные, как-то равные возможности для жизни. Ну, просто то, что, ну, да, да, вот все так и есть. С этим даже сложно спорить. Но все, я говорю, меня беспокоит то, что люди практически, все говорят, у нас возникла идея. То есть никто не говорит, вот мы видели проблему, что она такая, что она, ну, вот такие вот исследования, вот это. Все, все ведут с идеей. И это страшно, потому что все к тебе приходят с идеями, вокруг все идеи, все говорят, выпускают кто-то бизнес, а у них давно была такая идея, да. Да, 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 у нас есть клевая вещь, давайте мы ее поднимем, все, ну, это стандартно, да. Я умею танцевать, давайте реально какую-то танцуем. Ну, тут у кого-то плохой ресторан. Окей. Еще у нас какой-то круглый столб это получается, мне нравится. У нас как раз copy-break, если у вас есть альтернатива к этим ходу, то чай. Мне приятно, что это такое. Если у вас есть результаты, то это интересно получилось. Заболновался, заболновался, как-то так. Бодное, не очень было, очень скромное, но ничего. Вот, окей. Ну, в принципе, в куларах, там, если кого-то интересует, задавайте вопросы. Я посвятил этому поиску, там, проблем и решения. В принципе, есть как-то технология такая. Синтон-процессы с вероограничением рельефа города, там, где идти в дерево текущей реальности, в дерево будущей реальности. Там есть достаточно четкие фреймворки для того, как выстраивать в иерархии проблем, как их находить. Ну, вернее, все это, кажется, все здорово, но на деле там в этом нужно посвятить какое-то определенное количество времени, потому что научиться самому себе задавать вопросы, потому что что такое проблема? Вот, всегда очень сложно. Проблема операциониста, плохого стула операциониста в банке – это проблема для бизнеса? Черт его знает. Это не проблема, это она же не мапится на какие PPI бизнеса. Значит, никто не пойдет и не поменяет стул на операциониста. Вот если операционист станет хуже выполнять свою работу, да, это уже мапится, уже, там, в принципе, можно объяснить, провести какую-то схему, что да, окей, бизнес страдает, вот так, да, 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 и вот все заканчивается на операциониста. Ну, все, говорит, вот точно надо, да, 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 да. Что? Или операциониста, да, нам менее требуется, и все, и все станет хорошо. Но сама по себе вот этого поиска проблем, поиск решений, поиск неверных предположений – это вообще очень такая страшная речь, потому что нужно задавать свои очень неудобные вопросы, зачастую дурацкие, и команда ругается, потому что что ты спрашиваешь нас банальные вещи, а действительно ли там звезды на небе светят, или там какие-то вот действительно банальные вещи, что ли. На деле, вот если выстраивать дерево, очень часто бывает такое, было интересное откровение, что при помощи все проблемы бизнеса строятся от того, что все хотят просто больше денег. Ну, то есть все хотят больше денег, соответственно, начинаются эти проблемы с конкуренцией, там, еще там что-то. Ну, вот такое интересное, там, какое-то откровение. Вот. В общем, огромный пласт, поэтому подходите, спрашивайте, это действительно интересно. Все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.